в интернете и не просто там тупо смотри какие-то ролики или фильм там новый там или еще что-то фильм а вот посидеть вот поюзать по там по геймерским сайтам по путешествиям по музыке по всему остальному вот посмотри кто на чем зарабатывает понимаешь и пусть там допустим это социал дает он показывает стоимость ну там например или заработок в этом ю тубе в каком-то разбросе ну например там смотришь один канал показывать что канал зарабатывает месяц там 30 там или от 30 до 300 например долларов до или смотришь там второй музыкальный канал показывать что он зарабатывать это от 300 долларов до 3000 месяц вот естественно уже понимаешь что что соотношение ну даже если скажем взять по минимальным каким-то возможностям этого канала то 300 долларов вообще в месяц это в любом случае это не кисло для любой страны даже даже для америки 300 долларов там левых это вообще даже даже да вообще неплохо в любом случае вот потом посмотри найдешь например какие-то геймерские или там еще какие-то сайты или особенно там музыкальные такие уже какие-то раскрученные там брендовые то там можешь увидеть и вообще странные суммы там в 30 тысяч евро например месяц 40 тысяч 50 60 тысяч евро в месяц это не 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 годовой какой-то бюджет понимаешь а это уже вот когда ты визуально вот это все видишь для себя вот эта форму формулируется это все в сознании где-то то уже начинаешь на это все смотреть совсем по-другому при том что да при том что не нужно никуда идти не нужно искать какого-то работодателя для этого нужно взять просто камеру что-то более менее определиться в себе в какую-то тему которую будешь врубать и не обязательно она должна быть просто чего-то начать там есть многие нюансы то есть впервые там снять видео послушать себя со стороны потом вообще послушать разговор послушать ошибки которые делаешь это тоже немало будет всего понимаешь и совершенствовать это все со временем не первые первые ролики там не будут они вообще идеальными может они вообще будут как самый тупой ролик на планете там или еще в таком плане да ну и просто вот джазду и просто делать просто брать и делать все а потом уже дать шанс времени вот скажем так а вот уже время по носам пусть само там у него будет возможность там решить насколько этом правильный был поступок и но в любом случае он правильный любом в любом случае что даже однозначно вот скажем так ты возьми любого производителя да ты пошел там неважно что там покупаешь от кроссовок до капусты да если ты спросишь у него а когда вы начали там производить капусту или там кроссовки да вот вот неделю назад узнал что хорошая тема начал там выращивать ясно что ты так сомнительно относишься к этому да даже если он или что-то перепродает а если он говорит да я уже 20 лет занимаюсь это капусту выращиваю да у него пусть да надо она дороже чем у соседа да вот но ты купишь у него он 20 лет занимается он что-то там понимали то же самое и даже и с каналом steam даже от даты когда ты начал то есть или ты собрался через год это начать или ты начал это три года назад канал там где-то валялся валялся на компьютере вдруг ты вспомнил что блин а вот он сосед там уже 400 долларов зарабатывает на канале ходит фигней занимается там игры играет целыми днями и по двору да как как дурак бегает а потом еще взял себе купил вот эту gopro на на голову прицепил и и ходит с этой камеры были я себе такую захотел да и потом что это самое блин надо еще как-то видео снять gopro своими руками это же я тоже там замутил там камера еще там вообще от пал башки там мыльница прикрепленная на детскую пласт пластиковую каску ну gopro да ну это самая камера на каске все законно не проще ли сделать вот есть лобковый фонарик налобный и по его принципу как-то замутить не успел пока я размышлял над этой технологией намного проще получилось вот такая штука нашел я сразу нашел я так понял когда вы снимали видео вот спасибо мицелия ну жена у вас если появляется какая-то идея вот такая идея чтобы тот горит она в руках хочется так сделать понимаешь тут руки чешутся и нету времени никуда не ехать не искать ты вот говоришь там фонарик это все слишком сложно вот тут вас попадается шапка в руки старые штате вот какого-то телевизора тому автомобильного от него отвинчивается вот этот болтик для крепления и потом находится тут мне это вообще хорошая камера такая хорошая камера если хорошее освещение на прекрасно снимает я думал у вас камера такая знаете вот как мини регистратор экстремалы цепляют на голову ну вроде того но это чуть качество там получше только если если хорошее освещение она вообще идеально снимает но если плохое освещение как там у нас там грибы с 1 то такое снижение ну и что да какая разница да там же мы там же мы не там не знаю не фильм тарантино снимаем там вот именно там посмотри как насыпает как там что вообще этот бы для для себя там посмотреть знаешь люди посмотрели на этот мрак а блин да это ужас какой-то да не будем мы грибами заниматься ну так откуда то знает какой смысл этого видео понимаешь это же у человека могут быть разные вот один человек например делает видео чтобы кому-то показалось да вот хороший человек хочет всех научить там делать там выращивать грибы да вот от кому-то показалось кто-то взял посмотрел канал и уже там начал себе заниматься кто-то посмотрел у него пришел к одному выводу что блин и это все так сложно что я даже не буду начинать этим заниматься результатом ну как достигнут понимаешь так что цели могут быть но камера gopro это вот смотри это детская каска строительная ходим сюда привинчивается тут гайка такая стоит он привинчивается но и сама каска я скажу что она тут есть регулировка на голову что она сидит не шатались вот чем прикол то есть это камеры gopro вот фонарик он даже может там делать какое-то движение а здесь каска сама одевается то есть она вообще не шевелится на голове она как череп и тут есть еще такие подтяжки 1 затягивается под сюда а 2 затягивается за за голову то есть она недвижима на на голове с ней можно там бежать ехать на велосипеде там все что угодно то есть она никуда не день и вот такой гамминка gopro получилось немножечко фантазии и рук получилась крутая да и получилась такая камера для тех случаев когда нужно чтобы были свободные руки я тебе скажу что вот со временем когда начинаешь вот работать сначала она под на подному ты на это все смотришь со временем все-таки появляется такой вот можно сказать или я бы сказал что это не то что журналистки это ютубер это уже как отдельная профессия сформулировала знаешь как я всегда вот говорю например смотри раньше был врач он был один земский врач который занимался всем от принятия родов до хирургических операций и там и реанимации был один просто врач назывался а потом смотри сколько профессии стала скоро уже будет там один врач от левого уха второй от правого уха потому что тот лучше знает как левая работа тот лучше знает как правая работает но вот скажем так где-то уже разделилась то же самое с ютуберами происходит когда раньше просто вот ютуберки сейчас уже можно сказать как тут разные профессии профессии есть есть геймеры есть там путешественники есть мастера которые что-то шаманят там от ножей там печек мицелия и всего остального и вот уже разные профессии вот такие разделяются но однозначно сейчас его даже сегодня смотрел хэнгаут люди возникает иногда немножко проблема расширения тематики или люди которые просто начали на канал запихивать все они со временем ощущают тот момент что именно начинает выкристаллизовываться с выкристаллизовываться узкотематические именно блоги видеоблоги узкотематические когда ты работаешь с одной какой-то узкой тематикой то есть человек взял он делает ножи там есть вот такой тоже у него не знаю вот там наверное там пять или десять штук косят в месяц это скорее всего там у него подписчиков там просто страшно страшно да просто занимается вот изготовлением ножей и вот кто бы он мог подумать что он какой-то мастер который просто умел делать ножи потом он научился еще снимать видео с этого вот и уже вот ну скажем эти ножи он может там из золота и просто там пили и дальше там свой канал развивать и так дальше вот просто со временем даже видение этого всего меняется и профессионализм меняется и все становится как сказать меньше затрат таких физических и эффективность работы намного усиляется то есть нельзя ну такой профессионализм как любой профессии он здесь присутствует только в профессии понимаешь такое как устроился на работу до поработал уволили с работы все закончилось да и все они ничего тебе никто не должен а тут уже вроде получается вот устроился на работу и там будешь ты работать не будешь ты работать ну хотя опять таки скажем тут тоже все не так просто что что-то там наделаешь и так вечно всегда будет сейчас ничего нету вечно жизнь не дает никому обещаний жизнь дает только возможности обещаний нету сейчас они их ну и когда-то они были редко а сейчас она вообще никаких обещаний так что такое ложись спать с хорошим